Да как перевозили, было весело. У нас было несколько машин обычных легковых. И причем они были полностью с людьми, еще были продукты и всякие там чай. Всякие лампы, астеры такие, так называемые, они похожи на палки, на мешки, как и звездных войн. Кто не знает, это такие светодиодные трубки, в комплекте их 8 штук и они все лежат в таком огромном кейсе. Вес кейса, по-моему, 41 килограмм. Закидывали, в общем, прям поверх людей эти огромные кейсы. Ехали, в общем, как бочки в селедке, но было, в принципе, весело. На самом деле, не было немножко не по себе, потому что это такая, ну это довольно дико. Ты едешь снимать музыкальное видео в пещеру за десятки километров от города, причем это никак не, никем не охраняемое место, там может что угодно произойти. Просто дикая, дикая местность, не подготовленная абсолютно никак. Более того, собственно, кто был в Саблинских пещерах, вы знаете, что там, ну, в принципе, такие места не очень-то проходимые. До пещер было довольно сложно добраться, особенно после дождливых дней. Привезли все это и нужно было еще идти от стоянки машин вниз по склону, такому дикому тоже. Мы все это оборудование в ящиках вот так вот спускали. Очень узкая тропа, справа обрыв, вот и, ну, в общем, довольно тяжело туда добираться было. Я удивлен, что мы выжили вообще все. Потому что несколько раз там люди так падали, я думал, что все, конец. Все это надо было как-то спустить с очень такой скользкой горы, все это надо было поднять. Более того, ну, естественно, была камера и так далее. И все это надо было как-то занести еще в пещеру, потому что, под словом занести, вы можете подумать, что это как-то вот берется и, как бы, ты заходишь в пещеру, но на самом деле нет. Пещеры-то, как бы, они находятся, это не в подъезд, как бы, вход, там, не в торговый комплекс, а там, в общем, трава, кусты, крапива, куча комаров. И входы в пещеры, они, как бы, на склонах таких, не предназначенных для прогулки с кинооборудованием. В пещеру мы заползали. И там надо было продумать так, что, в общем, там, типа, кто-то ползет вперед, камера оборачивается полиэтиленом, протаскивается туда, дальше по пещере. Вот, в общем, это тоже была целая история. Трех жаловаться на то, что было что-то там тяжело таскать, поднимать, пробираться через какие-то эти вот джунгли, так скажем. Вот это все было, конечно, в кайф. И вот с ощущением того, что, блин, вот это будет классно, вот это будет круто. Продолжение следует...